В эфире программа «Взгляд из Венсполса» в студии Евгений Новиков. Сегодня произошло знаменательное событие не только для Венсполса, но и для всей Латвии – открытие станции Лафар на территории Венсполского радиоастрономического центра. Подробнее вы об этом узнаете в понедельник, 28 октября. А в этом выпуске вы узнаете об экскурсии школьников на предприятие самоуправления Венсполс Силтумс, а также далее вас ждут новости медицины и культуры. Предприятие Венсполс Силтумс на протяжении нескольких лет принимает участие в неделе карьеры Венсполский школ, предлагая различные интересные мероприятия, которые знакомят учеников с процессом производства тепла в нашем городе и рассказывают о том, как тепло попадает в наши дома. Это и посещение котельной Венсполс Силтумс на Бреве Бас-38, и новая образовательно-творческая мастерская «Как тепло приходит в мой дом». Школьные экскурсии в котельную организуются в течение уже многих лет, ну, по крайней мере, последних пять лет точно. И мы это делаем для того, чтобы понять, действительно ли ясен обществу процесс производства тепла, как все отапливается, что это возобновляемые энергоресурсы, что производство теплоэнергии – дружественное окружающей среде. Я уже во второй раз привожу свой класс на это предприятие, не только этот класс. Была здесь и с предыдущим. И мне кажется, что многие школьники не знают, как здесь появляется тепло. По моему мнению, здесь так все хорошо модернизировано, и мне захотелось привести и этот класс, показать ученикам, как работает Венсполс Силтумс. Я думаю, что многие из них удивятся, что здесь не стоят люди и не кидают уголь лопатами. И я думаю, что моим детям здесь понравится. У нас было много предложений различных предприятий, но мне очень нравится здесь. И поэтому я выразила желание еще раз здесь побывать и привела сюда своих учеников, чтобы они узнали что-то новое. На экскурсию в котельную в основном приходят учащиеся старших классов с 9 по 12. А для учеников с 7-9 классов предприятием была специально подготовлена образовательно-творческая мастерская. С ней представители Венсполс Силтумс смогут выезжать в школы и детально демонстрировать ученикам сложный процесс производства теплоэнергии, как тепло из котельной доходит до потребителей. Мы побывали на такой встрече во второй средней школе. Школа давно и с удовольствием сотрудничает с предприятием Венсполс Силтумс. И здесь рады тому, что у вас появилась новая и интересная мастерская. Нам очень нравится это занятие, потому что дети здесь могут задуматься, как на самом деле в жизни это происходит, весь этот процесс. Я думаю, что детям необходимо понять, что такое жизнь. Их надо приблизить к реальностям жизни. Они не могут быть в своей семье только потребителями. И у них сейчас тот возраст, когда им нужно думать о будущей профессии. В творческой мастерской школьники не только получили теоретическую информацию, но они могли и сами активно поработать, представив себя на производстве. В творческой мастерской ребята поделили на группы. Им дали различные задания, в которых они, применяя разные методы, инструменты, измерительные приборы, делали расчеты, как на настоящем производстве. И не выходя из школы, могли ознакомиться с процессом выработки тепла и узнать, как же оно попадает в их дома. Мы собрались здесь, чтобы объяснить, как поступает горячая вода в квартиры. Как вообще происходит отопление. Как наши дома проводят отопление. И почему в некоторых домах надо платить за отопление больше, а почему-то у некоторых меньше. Нам дали задание – вложить в машину столько дров, чтобы она смогла уехать. Так, я смотрю, у вас деньги? Или еще не платили вам деньги? Заплатили уже. У нас банкир сидит. Так, а что вы заполняете на этом листочке? Ну, расчет. Сколько всего весит машина – это первый пункт. Потом, сколько весит машина от общей массы. Отнимаем вес машины и узнаем, сколько дров загрузили. Такие образовательно-творческие мастерские, как и экскурсии на производство, по задумке команды предприятия Венспилс Силтумс, способствуют повышению интереса молодежи к эффективному использованию ресурсов и энергии, а также к сфере энергетики. Вот уже несколько лет. Латвия в октябре отмечает Международный день остеопороза, призывая людей обратить внимание на это хроническое заболевание. Инга Папарде, ассистент-радиолога Венспилсской амбулатории, проводит тесты, чтобы определить, был ли пациент затронут этой болезнью. Специалист говорит, что на обследование приходит много людей. По этим направлениям квоты, как мы говорим, есть до конца года. Необходимо только направление семейного врача. Сначала каждый пациент взвешивается. Род человека также важен, чтобы определить, становится ли он меньше, поскольку это может быть признаком остеопороза. Инга подчеркивает, что жителям Венспилса везет, потому что не в каждой клинике или больнице есть такое оборудование. Поэтому в Венспилс приезжают жители других населенных пунктов Курземы. В этом случае человек приехал из Талси. Ему это исследование необходимо для определения профессионального заболевания. Если есть боли в спине, невролог хочет исключить вероятность, что эти боли из-за остеопороза, чтобы знать, какое дальнейшее лечение необходимо. Что же такое остеопороз? Это хроническое и прогрессирующее заболевание, при котором кости теряют свою плотность, теряют минералы, становятся пористыми и ломкими. Во второй половине жизни этими заболеваниями страдают около трети женщин и пятая часть мужчин. Также важны образ жизни, питание и наследственность. Это чаще всего встречается у женщин после 50-ти, или когда начинается менопауза. Организм меняется, меняется обмен веществ, и кальций больше не впитывается в кости. Одна из причин, почему уменьшается плотность костей – нарушение обмена веществ, сахарный диабет, заболевание щитовидной железы. Также еще есть ревматический артрит, и в таком случае принимаются медикаменты, которые не помогают впитываться к кальцию, а полностью наоборот. Любители кофе также должны быть осторожны. Если вы пьете больше четырех чашек этого напитка в день, кальций вымывается из организма. Существует также риск для пациентов с почечной недостаточностью и тех, кому не хватает витамина D. Еще одна причина прийти и проверить плотность костей – это переломы костей. Если такие были, и это не были серьезные травмы, то они могли случиться из-за остеопороза. Сама процедура абсолютно безболезненна и занимает от 10 до 15 минут. Выполняется рентгеновское сканирование, и специальная компьютерная программа рассчитывает минеральную плотность кости. Дальнейшее лечение должно быть определено терапевтом или специалистом, направившим пациента на обследование. В театральном доме Юра Сварте состоялось открытие выставки «Виды природы» художницы Вии Зарени. На масштабных работах Вии изображены природные ландшафты и различные моменты из жизни, которые вдохновили художницу на написание полотен. Здесь выставлены мои работы, написанные за последний год. Не самые новые. Часть из них – из арсенала выставки в Риге. Они созданы как комплекс о моей любви к природе, к пейзажам Латвии и о моей любви к живописи. Это то, что мне нравится, то, что я люблю и то, что я не могу не делать. Вия Зарени рассказывает, что ее вдохновлял каждый момент ее жизни. Она считает, что мы должны быть счастливы, что у природы в Латвии четыре таких разнообразных и насыщенных сезона. Художницы любят замечать и фиксировать на полотнах необычные моменты, такие как снег на зеленой траве или весна. Но самое важное в искусстве живописи – найти свое видение. То самое, почему ты это делаешь, почему ты это рисуешь, почему тебе это нравится и почему ты выбрал именно эти мотивы. В живописи картин с пейзажами много и отличаются они по стилю написания, по композиции, по тому, как она задумана, по тому, как она написана, по почерку художника. Вия – представитель классического направления. Эти произведения были написаны не на природе, картины были созданы в мастерской. Эта выставка была создана в сотрудничестве с куратором Улдисом Петерсонсом. В начале эти работы, возможно, кажутся спокойными, но, по правде говоря, чем дольше их рассматриваешь, человеческий разум начинает рождать свои пейзажи, которые не только видишь, но и можно почувствовать их. Это может быть и морской ветер, или как пахнет зимний лес, и поэтому в какой-то момент эти картины начинают оживать. Куратор подчеркивает, что выставка светлая и медитативная, как и эта осень, которая приносит радость людям. Выставку «Ви и Зарыни. Виды природы» можно будет посетить до 18 ноября в театральном доме Юра Сварты. В Энсповском концертном зале Латвия был проведен вокальный конкурс латвийских певцов. Приняли участие ученики в возрасте от 7 до 16 лет. Была представлена 21 латвийская музыкальная школа с невероятным общим количеством уступающих около 80 певцов. Конкурс посвящен выдающейся оперной певице Алидзе Ванне, родившейся в Энсповском крае. Можно ли среди детей сразу сказать «вот это талант». Черты характера – это определяющее. Все дети музыкальны. Из всех можно сделать музыканта. Характер – главное. Конкурсантов оценивало жюри под руководством дирижера Яниса Озулса. Участники съехались со всей Латвии. Лепая, Адажи, Бабите, Гробиня, Юрмала, а самые дальние – из Дауговпилса, которые исполнили композиции в трио, соло и ансамбле. С какими мыслями ехали в Энспилс? С самыми лучшими мыслями. Я в Энспилсе отработал 9 лет. Рудита и Анитра – это мои коллеги. Очень хорошо сработался с ними. Поэтому о Энспилсе у меня самые лучшие воспоминания. По словам организаторов конкурса, такая встреча латышских школ дает возможность сохранить традицию исполнения акапелла латышских народных песен. Популяризовать произведения латышских композиторов, продвигать навыки вокального пения. Здесь разные участники. У кого-то это самое первое выступление, первый конкурс. Для кого-то это второй или третий. И у них уже есть этот опыт. И готовятся они уже серьезнее. Кто первый раз участвует, они еще не знают, что их ждет. Кто-то более закален, кто-то менее. Но есть дети, которые завоевали свое место. В конкурсе также вручаются специальные призы. За самое эффектное выступление и приз родительских симпатий. В этом году это были венсполчанки София Давыдова и Сара Талберг, учителя которых Руды Теталберга и Анитра Недре. Сара Талберг также победила в своей группе. Молодые таланты впервые опробовали свои выступления на сцене венсполского концертного зала со всевозможными акустическими возможностями. Предыдущий конкурс был в замке, и там места было меньше, компактнее. И преподаватели переживали, что в большом зале ребенок потеряется. Но акустика очень хорошая. Они выступали, и зал этот звучит. Акустика очень помогла голосам распространяться по всему залу. Первое место также получили венсполские ансамбли. Нуашу Капнес, Нуашу Салутс и ансамбли венсполской музыкальной школы. Медали венсполчан подтверждают качество обучения и мастерство преподавателей города. Напомним, что в ночь субботы на воскресенье Латвия переходит на зимнее время. Поэтому необходимо часы перевести на час назад. Благодарим вас за внимание. Хорошего вечера и выходных. В понедельник, 28 октября, в 17.00 жители города приглашают на информационный день, который пройдет в конференц-зале венсполской поликлиники. На нем можно будет узнать всю информацию об очередях на оплачиваемые государством медицинские услуги, о привлечении к работе новых специалистов и о других актуальных проблемах. Венсполский комбинат благоустройства предлагает жителям Парвенте принять участие в традиционной акции по сбору крупногабаритных отходов «Сдай ближе к дому», чтобы избавиться от слишком крупных и непредназначенных для выбросов контейнеры бытовых отходов и вещей. Места, где будут приниматься крупногабаритные отходы и время, вы видите на своих экранах. Венсполское русское общество приглашает всех на Дни русской культуры в Венсполсе. 26 октября – заключительный концерт «Русские мотивы». В программе инструментальная музыка, русские народные песни, романсы, современные композиции. На все мероприятия вход бесплатный. А что, если история Шерлока Холмса – это всего лишь сон миссис Хадсон? Рижский русский театр имени Михаила Чехова приглашает на спектакль «Шерлок Холмс. Сны миссис Хадсон». Увлекательная история без слов о великом сыщике в форме легкой клоунады. Режиссер Алексей Синицын. 1 ноября в 19.00 гастроли в Доме театра «Юра Сварты». Твой Рижский русский театр имени Михаила Чехова.